Приветствую всех, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор просто про пищеварение. Вы уже ознакомились со строением пищеварительной системы и с работой всех её органов. Но если у вас всё-таки остались вопросы, пожалуйста, пересмотрите эти ролики ещё раз. А мы переходим к следующему шагу. Следующий шаг – это ответы на вопросы. Но перед этим давайте с вами послушаем то, что я скажу. Потому что этот материал будет содержать крайне важные поправки на ветер. Потому что нужно понимать, что же происходит с симптомами, какие детали есть в обследованиях и что важно в отношении лечения. Послушайте внимательно. Если возникнут вопросы, переслушайте ещё раз. После чего нужно будет заполнить небольшие ответы на вопросы. Эти ответы помогут правильно сформулировать задачу в отношении своего здоровья. Итак, поехали! Мы продолжаем говорить просто про пищеварение. Теперь про печень. Действительно, с печенью связано очень много стереотипов, предрассудков и детоксов. Давайте начнём с того, как мы обычно это делаем, вспомним анатомию. И вспомним нервы, которыми мы получаем информацию о состоянии печени. Да всё просто. Их просто нет. Их практически нет. Поэтому мы не чувствуем печень. Поэтому все ощущения, которые связаны с правым боком, это гарантированно не печень. Это может быть желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка или кишечник. Поэтому если есть ощущения, да ещё и связанные с приёмом пищи каким-то образом, то и не надо думать про печень. Но почему-то получается всё время так, что какое-то ощущение интерпретируется как некая проблема с печенью. Поэтому давайте с вами скажем вот как. Ключевое, что надо знать про печень, это результаты анализов. Потому что именно по результатам анализов мы делаем ключевой вывод о состоянии печени и о том, какая причина вызывает эту проблему. Ух, какое сегодня плотное движение. Так вот, анализы. Анализы мы сдаём стандартный биохимический анализ крови. И по нему мы понимаем, есть проблемы с печенью или нет. И если анализ биохимический нормальный, ну можно дальше не смотреть. Дорогие мои друзья, не надо сдавать мешок анализов для того, чтобы понять, что с печенью всё хорошо. Достаточно сдать биохимический анализ и не прикручивать дальше какие-то умозаключения и лишнюю фантазию. Но с другой стороны, вот если действительно в этих анализах есть отклонения, то печень надо проверять. Ну надо её проверять. И самое большое безумие мы вспоминаем наших друзей. Базовые знания, логика и здравый смысл. Здравый смысл заключается в том, что если проблема с печенью есть, ну надо узнать какая. Ну уже надо узнать, какая причина вызывает эту проблему. Они бесконечно долго подлечивают саму собственно печень, причём неизвестно от чего. Именно с этим и связана неуспешность лечения. Именно поэтому не падают показатели. Потому что мы выбираем абсолютно не те средства для лечения. Почему? Да потому что просто не выяснили причину. Мы думаем, что вот она печень, и надо просто её восстановить. Для печени есть гепатопротектор. Да все они разные. Все разные, и у каждого есть своя определённая задача. Но возвращаемся к симптомам. Давайте подытожим. Симптомов со стороны печени нет. Практически никаких, кроме отклонений и анализов. До тех пор, пока печень не развалилась и не рухнула. В ней не развился сумасшедший фиброз, сильный цирроз, когда уже совсем поздно. Поэтому, если где-то что-то чешется, если где-то что-то зудит, если где-то появляются сосудистые звёздочки, выпадают волосы, или происходит что-то ещё, не надо искать здесь причину в печени. Или в какой-нибудь интоксикации, иди, делай, делай какой-нибудь детокс. Но это просто несвязанные вещи. Потому что то, что происходит с печенью, связано с её функцией. С её функцией. Функция печени всегда компенсируется. Есть в клетке печени те самые островки. Если островок в печени, долька эта, погибла, соседняя долька работает в две смены и берёт на себя вторую функцию. И поэтому функция в целом печени не страдает. Печени становится меньше. Но функция её остаётся той же самой. Она всё выполняет. Она единственный и незаменимый орган в нашем теле. Бывает такое, что печени осталось настолько мало, она убита повреждением, что во вторую смену они не успевают работать. Им приходится работать в третью смену, и тогда от перегрузки клетки печени умирают. И вот тогда мы говорим о том, что уже начался цирроз или сильный фиброз. Тогда печень не выполняет свою функцию, и тогда надо её разгружать с помощью таблеток. Но тогда обычно уже и поздно. И в любом случае, даже если печень достигла этой стадии в печёночном континууме, в той последовательной смене стадий поражения печени гепатоз, гепатит, фиброз, цирроз, даже если она достигла последней стадии, всё равно начинать лечение и решение проблемы с печенью нужно именно с причиной. И большой абсурд кроется в том, что мы забыли уточнить причину. Мы просто пытаемся восстановить печень. Тогда мы вроде бы пытаемся восстановить печень, а с другой стороны мы её повреждаем. И вот на этих весах кто победит? Победит, скорее всего, цирроз или фиброз. Потому что восстанавливать печень мы можем только с какой-то определённой силой. А если сила повреждения перевешивает, раньше или позже всё равно проблема возникнет. Поэтому если мы убираем с одной чашки весов силу повреждения, тогда мы точно оказываемся на пути к восстановлению. И именно это главное и ключевое в лечении любой проблемы печени. А для того, чтобы выяснить причину, надо сдать анализы. Тогда мы с вами открываем анализы и смотрим. Абсурдные ситуации возникают налево и направо. Что мы делаем? Мы смотрим на УЗИ, там написано гепатоз. Смотрим биохимический анализ крови. Чуть-чуть на волосочек изменены показатели. На самом деле, если они повышены в пределах двух норм, можно не бить тревогу, можно немножечко успокоиться и равномерно заняться уточнением, спокойно заняться уточнением причины этого повреждения. Но обычно заканчивается ситуация чем? Исключили вирусный гепатит, сдали гепатит В, гепатит С, абсолютно лишний гепатит А, который всегда проявляется желтухой, и всегда острое состояние, то есть потратили лишние деньги, забыли про все остальные причины печени, связанные с накоплением железа, с накоплением меди, с дефицитом ферментов и антитрипсина, с паразитарными инвазиями в печень, с другими иммунными нарушениями, с холестазом и всем прочим, и начинаем лечить её одним гепатопротектором. Не помогает. Вторым гепатопротектором не помогает. Третьим гепатопротектором не помогает. Почему? Да потому что причина, во-первых, не устранена, а во-вторых, мы не знаем, от чего мы эту печень лечим. Если мы лечим её от жирового повреждения, наверное, нужны одни методы. Если мы лечим её от алкогольного повреждения, наверное, нужны другие методы. Если мы имеем дело с вирусным гепатитом, наверное, нужны противовирусные препараты в первую очередь. Если мы говорим про иммунное повреждение печени, тогда нужны препараты, действующие на иммунную систему. Если мы говорим про холестаз и застой желчи внутри печени, нужны другие лекарственные препараты, а не всё вот это пытаться вылечить одним каким-то гипотопротектором. Или двумя, или всеми вместе. Сколько вы хотите пить таблеток? Давайте выпьем все гипотопротекторы сразу, наверняка один какой-нибудь, ну уж точно сработает. Но, наверное, это неконструктивный подход. Давайте всё-таки, чтобы дойти до цели, определимся с последовательностью шагов. Проверили, уточнили причину, выбрали лекарство, которое действует на эту причину, чтобы её устранить. И только потом думаем про восстановление самой печени. Так она и так хорошо регенерирует. Скорее всего, она восстановится самостоятельно, без вашей поддержки. Если устранить причину, так надо это сделать, а не сидеть и ждать, и придумывать, что бы мне попить для печени, как бы мне снять интоксикацию, или сделать какой-нибудь детокс. Кстати, большинство вот этих вот растительных препаратов, которые зарегистрированы для очистки печени, как раз по результатам исследований Виктора Навара в Штатах и вызывают токсическое поражение печени, которое длится практически 91 день в среднем. Это с учётом лечения. Поэтому таким детоксом можно полностью разбить печень в хлам и разрушить её. Ну, конечно, так поступать нельзя. Поэтому, если мы сделали УЗИ и посмотрели структуру печени, это, как обычно, половина дела. Вторая половина – это её функционирование и анализы. Давайте. УЗИ не видит достоверную картину. УЗИ видит жировой гепатоз, если в печени накоплено больше 50% от её веса жира, либо печень видит помехи от кишечника. Поэтому надо уточнить этот момент. Если она действительно наполнена жиром, то этот жир надо сбросить и надо худеть. Надо худеть, а не пытаться восстанавливать печень. Если уж там и анализы повышены, это вторая половина обследования, тогда уже надо действительно и худеть, и лечить печень. Ну, а что? Для лечения у нас есть множество препаратов. Можно, конечно, их всех перечислить. Но важно из этого понимать, что на каждый механизм повреждения есть свой вариант лечения. Поэтому вирусный гепатит, ну, он прекрасно лечится. Об этом все забывают и всё равно продолжают его терпеть. Вирусный гепатит В требует длительной противовирусной терапии, хотя бы 2 года. Вирусный гепатит С лечится прекрасно за примерно 3 месяца. Ну что, куда нам пойти? Давайте пойдём туда. Вирусный гепатит С прекрасно лечится за 3 месяца, если нет цирроза. Если цирроз есть, ну, это 6 месяцев. Два препарата, которые пьются как витамины, но почему-то никто об этом не знает. И все сидят и терпят. Давайте не будем терпеть. Давайте его установим, выявим генотип и уже вылечим в конце концов. Если гепатит В, ну, тогда надо подольше, на какой-то более регулярной основе принимать противовирусные препараты. Так, что ещё остаётся? Если это алкоголь, ну, ребят, надо завязывать с алкоголем. В любом случае, при любом повреждении печени алкоголь не будет кстати. Есть, конечно, дозы, не повреждающие печени, но это касается исключительно здоровой печени. А если уж мы начали говорить о проблеме, тогда с алкоголем надо, ну, прекратить на какое-то время. Хотя и время-то это обычно небольшое, потому что проблемы печени прекрасно лечатся. Главное правильно уточнить. Тогда, если по УЗИ у нас есть вопросы, или мы нашли какое-то очаговое образование в печени, с которым тоже все живут бесконечно долго. УЗИ видит там киста, гемангиома. Да не видит оно ни кисту, ни гемангиому. Поймите правильно, не видит разницы УЗИ. Мы думаем, что это киста по результатам УЗИ, а надо сделать томографию, компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, да еще и с контрастированием, чтобы точно определить, что это за образование. Киста, цистаденома, фолликулярно-анодулярная гиперплазия, аденома печени. Или, может быть, это уже онкология, и только КТ с контрастом или МРТ с контрастом показывает эту разницу. А мы сидим и ждем, думаем, что же это за проблема, что же с ней сделать. А если мы подтвердили и поставили галочку, что это да, действительно киста, тогда можно жить спокойно. Если это действительно гемангиомы, они врожденные, тоже можно жить спокойно, если они небольшого размера. Поэтому смотрим на цифры и смотрим на метод обследования. Очаговое образование однозначно надо подтвердить, а диффузные изменения однозначно надо вылечить. Для этого мы сдаем вот здесь действительно уже мешок анализов, чтобы понимать все причины, которые могут повреждать печень. Потому что симптомов нет. Нет специфических симптомов, по которым мы можем сказать, что да, это действительно такая-то причина в печени. Вот поэтому и мешок анализов уточнили, и начинаем заморачиваться насчет диеты. Диета номер 5, тот самый пятый стол придумал Певзнер, я напомню, что в 1930 году. И это была сумасшедшая диета, которая содержала много жиров, много углеводов и 3000 калорий в день, потому что считалось, что надо поддержать больного человека и создать ему условия для восстановления. Но, как практика показала, это вообще не помогает печени. Это вообще не помогает печени. С тех пор пятый стол исковеркался и встал с ног на голову вообще по-другому. Поэтому ключевое, что надо знать, если мы говорим про жировой гепатоз, мы снижаем вес на 10% от исходного, а, собственно, на диете, на другой диете, не на пятом столе. А главное для печени не перегружать ее жирами и алкоголем. Все. А дальше лекарства. Ну, какие лекарства? Есть там фосфолипиды, которые действуют на клеточной оболочке. Есть и адометионин, которые действуют на детоксикацию в печени. Есть аминокислоты, орнитин и аспартат. Есть урсодзоксихолевая кислота. Есть флавоноиды расторопши, которые, кстати, не работающие. Только один вид флавоноидов расторопши немецкие работают, а остальные являются просто их бесполезными аналогами. Поэтому в зависимости от типа повреждения мы, собственно, и выбираем лечение. И тогда оно попадает в цель, и тогда мы достигаем результата. А если мы стреляем из пушки по воробьям и пробуем попасть к каким-то препаратам в какой-то механизм, не уточнив причину, тогда на этом пути нас и ждет разочарование. Разочарование в том, что анализы не будут изменяться. И это будет приводить нас к мыслям о том, что где-то мы забыли про детокс или про паразитов. На самом деле, те паразиты, которые живут в печени, они образуют только там кисты. Большие кисты, которые надо отличать, опять же, по томографии. Это либо эхинокок, либо альвеокок, либо кто-то другой, либо печеночный сосальщик. Это достаточно большой червяк, вот с палец, которого просто так не убить. И здесь нужно действительно лечение. А если мы не нашли этого паразита, а делаем какие-то умозрительные выводы о том, что там что-то есть, то мы опять же лечим никого или лечим ничего, и поэтому не получаем эффект. А все эти детоксы, которые проводятся, они нацелены на то, чтобы похудеть, немножечко снизить вес и нормализовать стул. И это вообще не имеет никакого отношения к печени. Поэтому у нас осталась еще куча главных и важных вопросов, к которым мы сейчас и перейдем. Итак, друзья мои, мы получили понимание того, что что-то все-таки пошло не так. Поэтому сконцентрируйтесь внимательно на том, что вы только что услышали. И, пожалуйста, ответьте на вопросы максимально лаконично и четко. Да, нет или какой-то из вариантов. Теперь с учетом этого вы понимаете, что что-то было сделано, что-то не сделано полностью, а что-то не сделано вообще. Поэтому пересмотрите все свои документы, посмотрите, написано ли в заключениях все нормально, или там все-таки что-то указано, какая-то проблема или какое-то заболевание. А теперь мы переходим к главному, к ответам на вопросы. Поехали!